У вас есть мечта? Возьмите билет Гослато и угадайте верные числа. Покупайте билеты в Евросети. Гослато. Сбываем мечты. Покупайте билеты. Гослато. Сбываем мечты. Гослато. Ну чё? Как расплачиваться будешь, а? А! Наличными. Лото это очень много денег. Лото, лото, лото. Лото. Кому? Спутники это летающие в космосе лаборатории разведчики науки во вселенной. Полученные данные говорят о том, что животное хорошо перенесло воздействие ускорений при выводе спутника на орбиту и длительное состояние невесомости. Эти исследования послужат основой для разработки средств безопасности для полетных... У вас есть мечта? Зайдите на сайт Гослато и угадайте верные числа. Гослато. Сбываем мечты. Я вас категорически приветствую. С вами снова Радим Жасубеков. И в этом видео хочу с вами прогуляться по стадиону. Прекрасный вечер. Чаровинск это самый экологически чистый город в мире. Мы видим какой у нас смог. И сейчас я запишу это видео. Сделаю небольшую пробежку для поддержания тонуса. Но хотел с вами сегодня поговорить немножко о другом. Хотелось бы вам заработать 120 тысяч рублей, скажем, за месяц. Ну, либо там максимум полтора месяца. Интересно было бы вам выйти на такой доход. Хочу вам предложить некую сделку. Я сейчас развиваю интернет-проект. Этот проект прекрасно себя зарекомендовал за прошлые 4 месяца. Зарегистрировано уже более 200 тысяч человек в этом проекте. И динамика вообще впечатляет. И с каждым месяцем людей и партнеров в проекте становится все больше и больше. И лично я сам занимаюсь продвижением бизнеса через интернет. То есть я настроил некоторые инструменты, которые мне позволяют выстраивать этот бизнес абсолютно на автомате, никого не приглашая. И выстраивать это легко, азартно, креативно, с интересом. В общем-то, это не скучно. И я хотел бы предложить вам занять место в моей команде и дойти до этого результата. 120 тысяч рублей в месяц. Сейчас у меня высвободилось немножко времени. У меня есть мои партнеры, с которыми я постоянно работаю. Но я чувствую, что у меня есть еще свободное время. И я могу взять буквально 3 человека себе в команду на личный коучинг. Суть будет заключаться в следующем. То есть мы с вами все свободное время прорабатываем те инструменты, которые я применяю. Я вам показываю, как они работают, что нужно делать, чтобы выйти на этот доход. И спустя какое-то время мы с вами получаем этот результат. Я вам со всей серьезности гарантирую получение этого результата при соблюдении тех рекомендаций, которые я буду давать. Пчел. И вот у нас есть спортивный комплекс. Если вам интересно включиться ко мне в команду и позволить себе заработать свои первые 100 тысяч рублей, то у вас есть еще пока что шанс. Свяжитесь со мной в личку. То есть если это увидели видео в ВКонтакте, напишите в личку. Если на Ютубе, то под этим видео в описании будут контакты, как со мной связаться. И мы с вами плотно посотрудничаем. Я вам покажу, что нужно делать и как можно заработать эти деньги уже в первые месяцы. На этом я хочу с вами попрощаться. С вами был Радим Жасубеков. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok То есть без посредников. Это позволит технология блокчейн, возможности внедрения которой рассматривает Казахтелеком. В рамках Астанинского экономического форума международные эксперты обсудили опыт и перспективы применения ноу-хау в различных областях экономики. О цифровом будущем. Материал наших корреспондентов. Серия экономического форума о перспективах применения блокчейн собрала полный зал и целую группу интернет-пользователей. Среди них и представители компаний, непосредственно занятых внедрением этой технологии. В последнее время она завоевывает все новые сферы жизни. По значимости блокчейн противопоставляют созданию интернета. Он также когда-то изменил жизнь людей, сделав ее проще. Таким же революционным становится и блокчейн, говорят эксперты. Он избавит пользователей от лишних расходов и значительно сэкономит время. Блокчейн – это технология распределенного хранения данных. Причем хранятся не в чистом виде данных, а только транзакцией. То есть те операции, которые пользователь осуществляет в текущий момент. Для выполнения общей транзакции собирается так называемая цепочка транзакций. Цепочка транзакций, например, одно из применений цепочек транзакций, она нашла в технологии биткоин. Это криптовалюта, которая сейчас популярна в мире. Фактически во всех сферах жизни, где будет внедрен блокчейн, исчезнут посредники. Например, осуществлять финансовую деятельность можно будет, минуя банки. Достаточно иметь доступ в интернет. Роль Казахтелекома как раз таки в этом, чтобы обеспечить хорошей сетью даже самый отдаленный уголок страны. Те отрасли, которые будут использовать эту технологию, они должны быть уверены, что пользователи этой системы имеют доступ к сети. Нет сети, нет блокчейна, к сожалению. Поэтому технология будет возрастать там, ну то есть нарастать, скажем, там, где очень большое проникновение. И вот тут роль операторов, она соответствует в том, чтобы обеспечить этот доступ. То есть очень большое проникновение интернета, чтобы он был доступен везде. Не только, например, в городе, но и в селе вы могли подключиться. Сегодня ряд государств успешно занимаются развитием проектов на базе блокчейн. Лидер – Эстония. Хорошие перспективы во внедрении таких технологий есть и у Казахстана, отмечают международные эксперты. И сессия, организованная Казахтелеком, тому прямое подтверждение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин В зале присутствовали заместители, министры, руководители профильных ведомств. На связи главы всех городов и районов региона. В этом году совместными усилиями всех служб в крае удалось стабилизировать ситуацию и не допустить роста задолженности по зарплате. Но цифры практически не снизились, подчеркнул глава региона. Такая ситуация недопустима. Люди должны получить то, что заработали. И их не должно интересовать, кто виноват и почему денег нет, отметил губернатор. Людям нужна просто зарплата. И все. И в их понимании это просто зарплата. И это очень легко. Вот так щелкнули мы щелчком и зарплату принесли. И они не будут разбираться в экономических проблемах ни предприятия, ни экономики в целом. То есть им это неинтересно. И они правы. Потому что они пришли в 8 утра на работу и ушли оттуда в 5 или в 6. И будьте добры, дайте им зарплату. И больше их ничего не должно волновать. И это правильно. Их больше ничего не должно волновать. А все должно остальное волновать наш с вами. Вот поэтому оно нас с вами и волнует. Поэтому мне важно понимать, как идет взаимодействие, или оно не идет. Губернатор дал месяц, чтобы совместно с муниципалитетами разработать механизмы, как решить этот вопрос и погасить задолженность по зарплате на местах. 739 миллионов рублей выделят Канашу. Об этом в ходе своей поездки в Маргауша сообщил глава республики. Такое решение принял наблюдательный совет фонда развития моногородов. Средства направят на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для инвестиционных проектов. 740 миллионов рублей мы с федерального бюджета получаем, плюс дополнительные свои средства будем выделять с регионального бюджета. Только в течение полтора-два года город Канаш получит дополнительные бюджетные средства не менее 1 миллиарда рублей. Это огромные средства, с одной стороны. С другой стороны, в этой программе участвовали бизнесмены, предприниматели, одним словом, резиденты. По их предложениям мы приняли для работы эти бизнес-планы. Эти бизнес-планы проходили соответствующую проверку на уровне этой комиссии до рассмотрения наблюдательным советом развития моногородов. И там практически инвесторы, предприниматели, резиденты будут привлекать почти 5,5 миллиарда рублей вне бюджетных источников. Тем самым у нас там появятся еще высокопроизводительные технологичные производства, где будет достаточный уровень производительности труда. И для самореализации молодежи в конце будут созданы хорошие рабочие места. Это очень важно. Что позволит нам увеличить доходы горожан в городе Канаши. Напомню, 3 мая прошлого года в Глобусе загорелись складские помещения. Было эвакуировано порядка тысячи человек. Никто из них серьезно не пострадал. Выгорело почти 500 квадратных метров площади гипермаркета. Торговые залы были сильно залиты во время тушения пожара. Как сообщается на сайте страховой фирмы, случай был признан страховым, и магазину выплатили 501 миллион 400 тысяч рублей. Таким образом, убыток урегулирован полностью и окончательно. Здесь очень интересная планировка этого квартала. Идет кольцевая дорога, градообразующий узел, площадь, и от нее жилые комплексы. Пеганово теперь уже не просто маленький поселок вокруг детского лечебного центра. До конца года здесь планируется сдать 15 трехэтажек. В один из домов, кстати, новоселы уже въехали. Сюда будет ходить общественный транспорт. Для автолюбителей предусмотрено 1800 парковочных мест. Кроме того, в проект заложено и строительство детского сада. А это уже микрорайон Веризина. Точнее, его малоэтажный младший брат Веризина-2. Дома здесь...